Что наша жизнь икра Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Господа, художница Надя Леже, она на фотографии, вот она Однажды сидела за столом, подошел Малевич, тоже художник И посоветовал взять со стола любой предмет, взглянуть на него как бы изнутри Мысленно разложить его на части и изобразить свое впечатление на холсте Надя так и сделала Внимание, вопрос Какой предмет изображен на картине Леже? Покажите картину Ребята, чернильные пятна, вот и вот какие-то чернильные пятна А весь набор не понедет? А зачем фотографию поставили? Скрепка изнутри, не представляете себе Чернильные пятна Просто ручка, перо изнутри А что вот это вот червячок? Ребята, стоп, стоп, не все ли это для начала? Они висли до одного? Так, ребята, две точки нарисовано, что здесь, что там Они нарисованы специально Нет, нет, нет А что за червячок посредине, ребят? Хорошо, а может быть он видит в просвет эту скрепку? Смотрите, вот вроде бы это головка Да, кстати, очень хорошо он придуман А что внутри вот этот червячок опять же? А червячок это так? Обязано, потому что здесь же промокер Нет, этот самый Так называется, преспопье, да? Так, подождите, может сама промокашка? Нет, преспопье Вот здесь внутри Ребята, это вот это, как преспопье Ребята, может он ее так промокал? Что угодно может быть на самом деле Стоп, Макс Макс, Макс, Макс Надо просто увидеть что-то, ты не поймешь логически Надо увидеть просто А, ну все Ответ с Надагов Отвечает Максим Паташов Максим Паташов Что, какой предмет изображен на этой замечательной картине? Никакого логического обоснования у меня нет Да тут, по-моему, и быть не может Чисто по ассоциациям, мне кажется, что преспопье вот это вот Вы считаете, что преспопье, да, Кадия Графовна, очевидно, вы рассчитывали на фантазию, интуицию и образное мышление знатоков, правда же? Конечно Надя Леже на этой картине изобразила преспопье, 1-0 20,5 миллиона банки знатоков, а мы проиграли 1-0 Следующий раунд Ребят Я хотел бы посмотреть на Клавдию Графовну, так вот расстроился человек Нет Нет? Нет Спасибо Спасибо Нет, ну я рассчитываю, что все-таки мы выиграем с телезрителями 1-0, что на столе? 0,5 Полмиллиона Черный Внимание Против бессмертных играет вице-президент Хаббард колледжа по управлению Бат Райкл, Соединенные Штаты Америки Аплодисменты Господин Райкл, вам хотелось бы, чтобы вас понимали здесь, в России? А вот Да, конечно А вам, господин Смирнов, хотелось бы, чтобы вас понимали здесь, в клубе? Да, конечно На самом деле, в жизни, к сожалению, не так радостно, нас не понимает наше начальство, наши коллеги, наши родители, наши дети, наши жены, у кого они есть, конечно А вот технология Хаббарда гарантирует понимание между людьми, и эта проблема представляется в виде треугольника, где одна вершина – это любовь между людьми, другая вершина – это любовь между людьми, Это реальность, то, что нас окружает Вот, господин Смирнов, вот посмотрите, вы согласны, что стол покрыт зеркалом у нас? Да И я согласен Вот это наша реальность с вами, это вторая вершина А третья вершина – это общение, внимание, вопрос С помощью какой из вершин по технологии Хаббарда можно легче всего преодолеть неприязнь любого человека и достичь с ним взаимопонимания? Время Все Общение, ребят А не любовь Любовь Подожди Все имеется Может быть, любовь все-таки? Нет А реальность отвергаем, что ли? Любовь изнутри идет, а общение, когда процесс общения идет, тогда и есть понимание Давайте с реальностью Подождите, мне кажется, полюбить на заказ нельзя Общение и любовь слишком напрашивается По реальность, а правда, все негативные поздутки То есть, по ситуации, по поляне, чтобы человеку воспринимать общение По Shortly Once Реальность – это взвод и посыл Любовь – это идеальный посыл А что главное в этой хаббардосистеме? А что главное в этой хаббардосистеме? В чате все. Не знаю, что главное, но я думаю, что общение это все равно Хаббардсистема учит общение и не любви О чем мы речьим От реальности? Что такое реальность? Общение. Ребята, какое реальность? Общение, ребят. Он не был бы Хаббардом, если бы не было общения. Ты будешь отвечать. Он не изучает общение. В реальность. В реальность, в любви, в треугольниках. Ответственно, таков. Обсуждение закончилось. Отвечает Леонид Тимофеев. Таков ваш выбор, Леонид Тимофеев. Как легче всего достичь взаимопонимания между людьми и ликвидировать неприязнь? С помощью общения. Таков ваш выбор. А теперь, внимание, правильный ответ. Легче всего взаимопонимания можно достичь с помощью общения. Именно в общении появляется больше реальность, а требуется больше любви. Да, господин. Господин Бэтрайкул, вы не против того, что мы с вами проиграли сейчас? Тогда вы уходите ни с чем, а полмиллиона отправляется в банк знатоков, и счет становится 2-0. Счет 2-0. За такие крутые галлии мы идем на третий раунд. Я хочу воспользоваться моментом и поздравить Инну Друсь, если она в зале. У нее сегодня день рождения, ей исполняется 16 лет. Поздравляем вас. Спасибо вам, Волчку. Мы сейчас будем орубить вечер. Успеешь, что-нибудь. Сейчас 1-1, угадать. Владимир Яковлевич, у нас есть еще пауза музыкальная или нет? Нет, у вас больше нет пауз? Нет, нет. Была одна пауза, и взяли телезрители. Я не понял, два? Почему один? Один. Два-два-два. Ну что, Миша, пострелки. Пострелки. Как? Я согласен на любое решение. Два играем. Два играем. Супер? Да. Супер Блиц. Пусть, Леня. Леня, ты будешь. Супер Блиц. Пусть, пусть, пусть. Он на заводе. Три вопроса по 20 секунд обсуждения. Каждый играет один знаток. Против бессмертных играет гроза знатоков. Галина Оставьева, город Химки. О, нормально. Заграешь. Машина. Кто остается? Леонид Тимофеев. Леонид Тимофеев против Галины Оставьева. Спасибо. Госпожа Оставьева, честно, вы помните, сколько раз вы одерживали победу над знатоками? Несколько. Несколько, так скажем. Внимание, вопрос первый. Галина Оставьева спрашивает. Какое оружие, по мнению писателя Вашингтона Юрвинга, от постоянного употребления становится только острее? Время. Тишина. Ответ господина Тимофеева. Мне кажется, что острее от постоянного употребления становится оружие слова. Слово. А теперь, уважаемая Галина Оставьева, может быть, Вы покажете правильный ответ? Я думаю, что, в принципе, они ответили правильно, а язык мне показывать не хочется. Не понял. Язык или слово? Язык. Таком Ваш ответ. А при чем же здесь слово? Вы хотите подыграть знатокам? Ну, в коем случае, суть правильна, на мой взгляд. Я не могу Вас принуждать к этому. На мой взгляд, Вы не правы. Но Вы хозяин вопроса. И таким образом, первый вопрос одолел. Сноток. Внимание. Продолжается супер-блиц между Галиной Оставьевой, между доброй Галиной Оставьевой и господином Тимофеевым. Вопрос второй. Галина Оставьева просит Вас вспомнить то, что получилось благодаря чувствам композитора к дочери и поэта к ее матери. Время. Ответ. Это романс. Я встретил Вас. Я встретил Вас. Таков романс. А теперь, внимание, правильный ответ Галины Оставьевой. Испомните его. Я не буду портить это чудное мгновение своим пением, Владимир Яковлевич. Я помню чудное мгновение. И по насадной ошибке он назвал другой романс. Правильно я понимаю? Как бы вам не хотелось, но вы выигрываете этот супер-блиц. Правильно? АПЛОДИСМЕНТЫ Испытывали Пушкин и Глинка. К Анне и Катя Керни был написан роман. Я помню чудное мгновение. Два миллиона уходит Галины Оставьевой. Первые деньги у телезрителей. Поздравляю Вас. Счет два-один. Следующий раунд. Но если вы и так будете сопротивляться выигрышу, господа телезрители, мне будет трудно тянуть эту партию. Счет два-один. А вот наши телезрители. И все они хотят сыграть. Ставки будут? Нет. Один миллион красный. Играют рабочие стропольщицы из Леспромхоза Саня Аблигатовна Яхина. Здравствуйте, Саня Аблигатовна. Здравствуйте. Я искренне желаю вам победы. А сейчас внимание на экран. Ну? И как я вам на этом фоне? Три жилетки. И на галстук. Посмотрели? Тогда внимание. Вопрос. Что из моего туалета я должна снять, чтобы решить, наконец, пахать или не пахать? А может быть, сеять? Ваш ответ, господа. Прошу аргументировать. Время. Так, ребята, знать надо зодни. Убрать зонт и узнать, что он так погонит. Пахать в дождь нельзя. Тяжело вязкая земля. Ну, а сеять, сеять. Сеять самое оно. Это снимается. Все правильно. Пробую пощупать воду, да? Нет, нет, нет. Сеять овес исключительно. Сеешь грязь, будешь князь. Пословица. Почему у него... Почему у него... Продожди, почему у него... Продожди, почему... Ребята, может быть, кроссовки снять? Зимню пощупать. Раздеться нужно. Нет, нет, ребят. Там у него два всего было. Начало вопроса было с дождь. Раздеться, если и тепло, или холодно. Ну что? Кроссовки показали милый. Кроссовки зимню пощупать. Продожди, у него еще было... Так, ребята, ботинки, если мерзнут ноги... Точно, точно, если мерзнут ноги... Значит, вот зонтика начали, потом эти жилетки. Это все уводка явно. Да, да, да. Ботинки надо снять. Кроссовки мериком показали. Кроссовки, потрогать уже. Нет, ребята, конечно. Ноги, мы с тобой пройтись. Ну, грязь. Ты же сам говоришь, грязь. Это ноги. Тепло. Отвечает Максим Поташов. Отвечает Максим Поташов. Парень, ты не прав. Она... Кто сказал, не прав, простите? Ну, какая разница? Будешь сказать, что я. Так. Прошу вас, Поташов. Ну, как мне сказали, я не прав. Но я полагаю, что она должна снять обувь. Зачем? Чтобы прощупать почву. И определить, можно ли туда сеять. А почувствовать это можно только босыми ногами. А почему все-таки босые ноги чувствуют почву и можно сеять? Конкретно. Ну, они чувствуют структуру почвы. Я понимаю, да. Температуру почвы. Как известно... Для чего это вам? Ну, вот говорят, например, сеять в грязь будешь князь. Да, это мы слышали. Для чего вам... Босыми ногами можно почувствовать, насколько почва грязная, жирная. Насколько почва грязная... Жирная. Жирная, грязная, теплая, влажная. Жирная, грязная, теплая, влажная. А для чего это почувствовать надо? Конкретно. Для того, чтобы понять, вовремя ли будет осуществлен посев в эту почву и успешно ли взойдет, раздается, конечно, то, что босеяно. Вы более ничего конкретного не можете сказать. Для того, чтобы понять, можно ли в эту почву сеять. Ну, это общий ответ. Можно быть. Саня Облигатовна, я считаю, что он конкретно не объяснил, для чего снять обувь и как почувствовать температуру и для чего ее чувствовать. Вы согласны со мной? Да. А теперь объясните вы сами. Пахать и сеять тогда надо, когда босая нога пахаря почувствует... Ой, не забудилась. А для чего? Почувствует холод. Да, я понимаю. Когда терпит босая нога пахаря температуру земли, тогда можно пахать и сеять. Он так и сказал. Я могу дополнить. Телезритель волнуется, потому что зерно, брошенное в землю, не замерзнет. Правильно? Речь идет о базимах или о яровах. Хорошо. Саня Облигатовна, решите судьбу этого раунда. Я считаю, что выигрываете вы. Как? Тишина. Саня Облигатовна, кто выигрывает? Телезритель или вы? То есть... Хотела бы, конечно, телезритель. Конечно, не только... Итак, вы выигрываете. И счет становится 2-2. Саня Облигатовна, не торопитесь, вам сейчас дадут один миллион рублей. Поздравляю вас! Счет 2-2. Я с трудом увидел телезрительный, что он выиграл. Счет 2-2. Мы начинаем 5-й раунд. Все, ребята. Давайте полтора миллиона. Так, вы делаете ставки? Полтора миллиона. Красная. Полтора миллиона на красное сделали. Полтора миллиона на красное. Ставка взята. Больше ставок нет. И мы играем. Два с половиной черные, полтора миллиона в наш доход. Опять Блиц. На сей раз Блиц-турнир. Три вопроса по 20 секунд обсуждения. Каждый. И играют три человека. Людмила Шипулина. Дайте посмотреть на нее. Да, Людмила Шипулина. Сергей Скубьи. И наш знаменитый профессор, Казимир Борщевский. Я хочу заметить, господин Борщевский, вы все время делали вид, что вы защищаете интересы знатоков. И вот в самый момент, когда счет 2-2, вы наносите такой предательский удар. Господа знатокий, вы видите, что творится? Еще никто не знает, насколько Борщевский удар будет предательским. Внимание, вопрос первый. Поехали. Людмила Шипулина из города Волжского спрашивает, где живет некий Корнеллиус, которого члены одной из политических партий Канады избрали своим лидером, потому что с их точки зрения он обладал главными качествами политика. близорукостью, толстокожестью, глупостью и, главное, жирным пузом. Где он живет? Время. А что, свиньи близорукие? Не знаю. Да, они поднулись. В свинарнике еще чего-нибудь? В свинарнике? Жирные брюки. А почему в Канаде? А бобер всякий? Канада, грабная страна, коронавирусная реликанская. А в Канаде еще с пузом? Слоновники. Толстокожесть, замечательная качество, толстокожесть. У свиньи самая толстая. Нет, нет, нет. Канаде слон тяжело. Ответственно, господин капитан, порядок вашим. Корнелиус живет в свинарнике. Это свинья. Это свинья и живет в свинарнике. А теперь, внимание, правильный ответ. Людмила, где живет Корнелиус? В канадском зоопарке. И кто он? Бегемот. Бегемот. Счет 3-2. Счет 3-2. 2,5 миллиона уходит телезрители. Телезрители выиграли уже 5,5 миллионов рублей. За 5 раундов 5,5 миллионов рублей. Поздравляю вас, Людмила. И мы начинаем. 6-й раунд. Счет 3-2. Мы ждем ставок. Не отвлекайтесь на ставки. Давайте сыграем. Давай. Да, да, да. Все, не отвлекайтесь. Ставки будут? Мы вышли, что самое условное проявляющее зеро. Ставок нет. Полтора красных. Полтора на красных. Взяли. На зеро никто не хочет ставить сегодня. Все хотят сразиться с телезрителем. Дайте посмотреть на стрелку. 3 миллиона. Самая большая ставка. И играет сельский учитель Алексей Зайцев. Село Романово. Пермская область. Простите, не знаю вашего отчества, но мне насплетничали. Знаете, про вас насплетничали. Что? Будто бы вы как-то сказали жене своей. Вы женаты, да? Да. Да. Зря мы послали мы вопрос в этот клуб. Там в Москве большие деньги, а значит все схвачено. Было такое? Ну, примерно так. И теперь я болею за вас, чтобы вы выиграли по своему письму. Счет 3-2. Внимание, господа. Славному долгие дни, дай на земли, гордых смирителю, слабых хранителю, всех утешителю, все не спошли. Вопрос. Внимание. Вспомните первую строку этого пушкинского текста и напойте нам весь куплет. Досрочный ответ. Досрочный ответ отвечает Максим Паташов. Максим Паташов. Обозленный Максим Паташов. Прошу вас. Да нет, я не обозленный. Первая строчка, если мне память не изменяет, Божия царя хранит. Таков ваш ответ. А теперь послушаем правильный ответ. А теперь послушаем правильный ответ. Я ничего не могу сделать. Один куплет официального царского гимна принадлежал беру Александра Сергеевича Пушкину. Еще становится 3-3. Я прошу отдать 3 миллиона рублей вас за таковым. Досрочный ответ. Досрочный ответ. Досрочный ответ. Ему будет вручена большая хрустальная сова и титул бессмертного игрока элитарного клуба. Кроме того, Мостбанк присвоит лучшему игроку почетное звание Маэстро и вручит ему международную пластиковую карточку Мосткарт Маэстро. Посмотрите, сейчас перед вами карточки всех, без исключения кандидатов, на звание лучшего игрока. Тут и Александр Рубин, и Валентина Голубева, и Инна Трусь, вот она, и Георгий Жарков, и Елена Пальцева, и Михаил Смирнов, и многие-многие другие. Карточка Мосткарт Маэстро принимается к оплате в любой точке земного шара. Она надежно защищает нас от инфляции и напротив приносит оход. Но главное, господа, в тот момент, когда прозвучит имя лучшего из лучших, в тот самый момент на его карточку будет перечислено 10 тысяч долларов в Соединенных Штатах Америки. Следующий раунд. Счет 3-3. Делаем ставку, полтора красная. Полтора красная, вы повторяете. Все, поехали. Полтора красная, больше ставок нет. Все, поехали. Счет 3-3. Игра идет до 6 очков, хотя в любом случае наши красные, академики, никуда не уйдут из клуба. Нет, по-моему, сыграла, да? Полтора миллиона красная сыграла. Ставка сыграла, и теперь вместо полтора миллиона с помощью эффект кредит банка мы имеем 15 миллионов. Еще раз благодарим банк эффект кредит. Итак, на кону 15 миллионов и против бессмертных играет Тамара Дмитриевна Радевич, Москва. Здравствуйте, Тамара Дмитриевна. Здравствуйте. Господа Радевич, судя по вашему вопросу, вы хотите, чтобы знатоки раскрыли свои глаза? Конечно. Господа, раскройте свои глаза. Перед вами истина. Истина в понимании русских предков. Внимание, вопрос. Найдите эту истину и покажите ее нам через одну минуту. Время. Сова? Истина в вене? Это не наша. Раскройте глаза. Сова? Раскройте глаза. Ну, Оль, он ему раскрыл глаза на мир. Перед нами. Нет, это надо показать. Лошадь? Перед нами? Нет, нет. Она перед нами. Это что-то в руках, на лице не помнит. Игра может? Больше версии. Игра. Истина на кончике носа. Истина в игре. Игра? Нет, круг. Круг? Нет, круг, я уже говорил. Не подожди еще. Команда. Рулет. Что такое? Случай. Перед нами. Перед всеми нами. Сова. Ребята, ребята. Зеркало. Нос перед всеми нами. О, зеркало. А зеркало, кстати. А товарищ перед нами. О, зеркало покажет вам истину. Конечно. У разных предков зеркала открыть. Глаза. Почему нет? Так раскрой глаза. Пошире глаза. Так правильно. Еще что же. Зеница ока. В зеркало, конечно. Может, зеница н tame… Зеница ока. Глаза. Зеркало души. Кака зеркало не больше всего. Ребята, глаза, зеркало души. Зеница, зеница ока. Зеница ока. Зеркало. Зеркало, зеркало. Зеркало. Ответ. Отвечает Максим Поташов. Покажите, пожалуйста, истину нам. Значит, истину нам может показать только зеркало в самом широком понимании этого слова. Как зеркало вообще, так и глаза того, кто перед тобой. Итак, вы показываете зеркало на столе. Таков ваш ответ. В широком понимании этого слова. А теперь, внимание, правильный ответ. Госпожа Радевич, не правда ли поразительно, но наши далекие предки называли истиной наличные деньги? Наличные деньги. Истина – это наличные деньги. Тут есть о чем подумать, господин Паташов. Ведь это же была ваша версия. Первая ваша версия. Но тем не менее вы проигрываете, вы проигрываете, госпожа Радевич. 15 миллионов рублей. Еще становятся 4,3. Поздравляю вас. Поздравляю с большим выигрышем. Придрастный вопрос. Довожу до свидания, уважаемые публики. Телезрители за полчаса с небольшим выиграли 20,5 миллионов рублей. Счет 4,3. Мы начинаем восьмой раунд. Так. Поперные телезрители. Хорошо. Полтора миллиона черное. Полтора миллиона на черное поле. Взяли ставку. Передохнем. Победа за победой. Поздравляю, молодцы. Зеро. Зеро. Ничего не поделаешь. Интеллектуальное казино против знатоголов. Хозяин метает. Давай, давай. Сейчас надо взять. Беря, давай. Нам ищем, ты. Правда, ваша. Хозяин метает. Хозяин метает. Ну, судя по вашему настроению, у вас в банке 0. Оль, может быть, в долг у меня есть 5 миллионов, вы отыграетесь и отдадите. Нет. До Нового года подождите. Игра долго не любит. Хорошо. Играем на очко. Итак, на кону очко, и мы начинаем раунд зеро. Как прионели-то все, а? А эти-то орлы? Просто сосредоточились. Господа, не знаю, любите вы музыку, так же, как господин Друси и его команда, но я хочу, чтобы вы прослушали сейчас музыкальный фрагмент очень дорогой для меня музыки. Прошу вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, как теперь, все вижу. Это вы сказали? Или кто-то подсказал? Это я сказал. А теперь, внимание, вопрос. Сразу после этого фрагмента следует Ариетта Ларетты из музыки, из оперы французского композитора Гре-3 и Ричард Львиное сердце. Напойте нам эту Ариетту через одну минуту. Прошу вас. Да, ребятки. Да. Это правильно, Макс, я сказал. Это пиковая дама. Она ему говорит Герману, я вижу, как сейчас, карту, все. И он отвечает, или она отвечает, что наша жизнь, игра. То есть это в пиковой даме оказалась цитата из Гре-3. Только так мы говорим. Вообще был уже про это вопрос в свое время? Нет, а это почему французский? Потом, стоп, там поет женский куа. Женская Риетта, извини меня. Нет, у Атлантов у нас же, по-моему, поет. Нет, на что наша жизнь, игра, подятна. Это Герман отвечает. Ариетта Ларетты, Люня. Ну, это Кусочек из Ларетты в пиковой даме. Когда Герман ей поверил, что он пойдет за эти пиковые дамы. Подожди, а если это на французский приложить, как это пойдет? Борь, это уж ты на французский перекладывай. А зачем? А тебе по-моему. Игра... Фюнот Риетта? Жой, 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 жой. Добави, давай по известным мелодиям лучше пройдемся. Затем она на французский. Фюнот Риетта? Ну, еще может быть, давайте же еще. Нет, нет. А мы ничего другого не придумаем. Ну, у нас есть, в принципе, победа, что мелодия может, но я не думаю. Не надо. Пиковой дам, а ты ему подел. Просто это было, я могу покупать. Леонид Тимофеев. Леонид Тимофеев. Поет Леонид Тимофеев. Поет Леонид Тимофеев. При его выступлении. Прошу вас. Дорогая для него музыка. Дорогая для меня музыка. Прошу вас. Можно? Так. Что наша жизнь? Игра. Таков ваш ответ. Господин Поташов. Как трудно, когда толпа наваливается на свое мнение, да? Вообще, я вам выставил мое мнение. А что? Ах, это было ваше мнение? Так же и мое. Вы же говорили, что это женская ариэнция. Ничего другого я не придумаю. Круговая порука. Давайте слушать правильный ответ. Ария Графини. Господин Чайковский заимствовал у господина Гретри эту арию. Поэтому она и звучит на французском языке. И каждую субботу перед началом игры мы слушаем все эту арию. По-моему, я чисто выиграл. Как вы считаете? Да. Спасибо. Счет становится 5-3. 5-3. Не зря на одновременно спросили, поэтому. А вы все время. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... За нашу победу против бессмертных играет Юрий Михайлович Гришин, город Сумы. Продолжение следует... Это в этой команде. А вообще в клубе вы знаете кого-нибудь, любимого своего знатока? Федора Гвинятина, конечно. Я учту ваше мнение. Внимание, вопрос. 27 октября 1782 года Одна старуха, заходившая в подъезд черного дома на Пассо-ди-Гато-Море, споткнувшись о ступеньку, поминула дьявола. И в тот же миг дверь дома распахнулась и послышался крик новорожденного. Так родился великий дьявол. Костистый, длинноволосый, захватывающий людские души дьявол. Назовите его. Думаем, Паганини, Паганини похоже. Ребят, это дьявол и Паганини. Значит, классный дикатый, это именно не Франция по всей вместе, а Италия. Поганини, Паганини. Давайте по времени, похоже. Костистый, длинноволосый. Похоже, очень похоже. Костистый, да, это черта, Паганини, все понятно. Дьявол, ну как-то переводится по-итальянски. Дьявола-то. Еще итальянец какой-нибудь, захватывающий людские души. Захватывающий музыкант. Ну это понятно, есть Паганини. Ушли еще, художник, где дьявол. Какой художник? Французский, там, это, итальянский, испанский. Ну Паганини даже это самое. Черт, ну давайте, ответим Паганини, ну хоть подумаем, хоть поиграем. Что еще может быть? Так, это Италия точно. Среди итальянцев захватывающих. В России не Белине, в Кучине, в Берде. Вот черный дом. Старуха, черный дом. Ну она родилась в семье, так сказать, не очень богатая. Переводы нет никакого. Ну то, что дьявол, это точно. Дьявола, это даже штрихель дьявола называется. Или Казановы, нет. Нет, это Паганини точно нет. Ответ, Снадыков. Ответ, Снадыков. Кто отвечает? Отвечает Максим Поташов. Максим Поташов, ваше слово. Жакома Паганини. Никола. Никола, что я говорю? Никола Паганини. Никола, Никола. Мы будем придираться к тому, что он назвал Жакомом Паганини, или нет? Я говорился, что Никола. Юрий Николаевич, Нет, не будем. Не будем. Спасибо большое. И отдаем победу. Десятый раунд Мы делаем ставку полмиллиона Полмиллиона На красное поле взяли Кому сейчас из вас играть? По стрелке Полмиллиона сыграло Полмиллиона красное сыграло И цена подскочила в 10 раз На кону вместо полумиллиона 5 миллионов рублей А финансирует наши ставки Наш замечательный Генеральный спонсор Банк Эффект Кредит Спасибо Итак Против знатоков играет студент Леонид Антоненко Город Одесса Лень У вас есть какая-нибудь тайная страстишка Такая страсть Я понимаю Внимание на экран А теперь, внимание, вопрос Не тот, который вы думаете Внимание Только одно земное чувство Эти гении не испытали никогда Какое именно? Просто любовь Так, Чехов был женат? Чайковский не женат А естественную смерть они не испытали? Естественную смерть Страх, азарт Азарт А может они не игроки? Ну это трудно У Рафаэля была жена У Микеланджело были жены? Боря Страх Ненависть В чем вопрос? Какое чувство? Не испытали никогда Сколько всего чувства всего? Может они глухие, слепые были? Слушайте, чувство любви к детям А дети у них были? Были у них дети? Дети были, да Дети Леонер, да У Чехова Любовь к детям? Не нравится А может быть Любовь к детям? Куда у него? У Гоголя точно не было детей У Чеховского У всех не было Не было, да Любовь к детям Все, я отвечаю, ребята Ответ на догов Не надо Ну а что? Ответ на догов Кто? Я отвечаю Сами ответственность берете на себя Они не испытали чувства любви к детям Таков ваш ответ Да Почему? Потому что у них не было детей Потому что у них не было детей Законно Законно А теперь, внимание, правильный ответ. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Бетховен, Глинка, Мусоргский, Чайковский, Лермонтов, Гоголь, Чеков, Леня. Но почему вы подсказывали своей мимикой, своим лицом? Никогда не испытали о том, что разрушили. Что становится? Пять-пять. Пять-пять. Пять миллионов рублей в банке за доход. Счет пять-пять-пять. И сейчас любой исход решит партию. Следующий раунд. Остались всего два телезрителя. Это Ольга Овечкина. Давайте посмотрим. Ольга Овечкина. Два миллиона на красное. Простите, два миллиона на красное взяли. И Сергей Худобердин. Полтора миллиона на черное. И полтора миллиона на черное взяли. Кто из них сейчас сыграет? Кто из них выиграет или проиграет? Ну, вы поставили и то, и то. Полтора миллиона сыграло. А другая ставка пошла в доход казино. И против бессмертных играет рабочий грузчик Сергей Худобердин. Город Мьяс, Челябинская область. Ну, Сережа, держитесь. Сережа, держись. Леня, держась. Внимание, вопрос. Покажите телезрителю, пожалуйста. Аристотель говорил о двух правителях, правящих единолично, но не пришедших, но пришедших к власти разными путями. Один из них жаждал господства, другой уважения. Одного охраняли наемники, другого народ. Один заботился о личном величии, другой о величии государства. Нам не нужны фамилии. Как называли таких правителей? Демократ. Время. Один тиран, тиран, деспот. А, тот, кто пользуется популистом. Ребята, может, их обоих называли тиранами? Так, греческая. Ребята, демокок, это друг народа. Да, демокок. Давайте еще, салон. Слушайте, а почему не демократ? Нет, фамилии не спрашивают. Это их название. Это аристократ и демократ просто. Нет, нет, аристократ. У них два названия или одно? Два. Точно два? Правящих единоличных. Олигарх. Один название, другую к уважению. Кто стремился к уважению? Давай вообще набросаем олигархи, цари, император. Тиран, деспот, сатра, пурдалак. Все названия для плохого правителя, а мы для хорошего. Тиран, кстати, изначально не очень плохое название. Хороший, кто борется за мнение народа. А как вообще называли? Популист. Демокок вообще-то, друг народа. А вообще демокок очень хорошо. Тиран и демокок? Нет. Это же Аристотель, времена очень древние, то есть тут могло все в 100 раз переменится. Слушайте, мы будем... Демократы, это власть народа. Человек такой... Демократы, власть, единоличные. Да, тут единоличные. Мы берем вторую минуту. Ответственно такого выберете вторую минуту. Пошла вторая минута. Что у нас есть, кроме тирана? Единоличные они правили. Ну, пришли к власть разные путешествия. Авторитарный. Выбрал народ. Это уже нынешнее название. Ребята, Аристотель это грек. Это греческое слово должно быть простое. А тиран, кстати, тоже негреческое, по-моему. Так что, тиран и демократ? Слушай, может быть, оставляем просто тиран, а? Может быть, просто тиран? Нет. Двой их. Это должность такая. Двой их. Разные путя, Миша. Тиран, это который незаконным путем причем. Ребят. Хорошо, может, Крон изъел что-нибудь другое там. Ребят, просто, по-моему, тиран. Двой их, Миша. Название одно. Что вы ему уговариваете? Так, хорошего, кроме демократа. Хорошего. Демократ, демократ. Ну, хорошо, вот демократ, друг народа, это же Антоним какой-нибудь. А может, Сатрах? Тиран, который народ... А единоличник, как переводится? Тиран не только душит народом, просто управляет единоличником. Да, да, единоличник управляет. Тиран. Слушайте, ребят, просто тиран. Ну, двое их, Миша. Двое, двое, двое. Их-то двое названия разные. Один личность уважал, другого государство. У вас время истекло. Все ваши минуты истекли. И теперь вы должны ответить на этот вопрос. Как называли раньше таких правителей? Их называли тиранами. И того, и другого. Да. Называли тиранами. А теперь, внимание, правильный ответ. Тот, кто пришел к власти незаконным путем, кого охраняли наемники, и кто заботился только о личном величии, того называли тираном. А тот, кто пришел к власти законным путем, кого уважал и охранял народ, кто заботился о величии государства, того называли, как... Царь, по-моему. Нет. Сергей Кудабердин. Как его называли? Царем. Царем его называли, господа. И счет становится 6-5. 6-5 в пользу телегрителей. А Сергей Кудабердин получает... Ты что, можешь последний сыграть? ...15 миллионов рублей. Поздравляю вас! У нас одной Овечкиной не повезло, но на ее вопрос мы будем играть в будущих играх. Внимание! Со счетом 6-5 в пользу телегрителей игра сделана сегодня. Поражение лучшей бессмертной команды знатоков. Согласно рекламе, бессмертная команда может, несмотря на поражение, остаться в клубе. Ну, это ее дело. Объявляю имена телегрителей, победивших бессмертную команду. 2 миллиона выиграла Галина Астахлева. Вопрос о чудном мгновении. Это не Галина Астахлева. 1 миллион... Вот Галина Астахлева. Выиграла Саня Яхина. Вопрос о пахоте. 2,5 миллиона. Выиграла Людмила Шинулина. Вопрос о... Шипут. Вопрос о Корнелию. 15 миллионов. Выиграла Тамара Радеевич. Поздравляю! Вопрос об истине. Прекрасный вопрос. Взеро скромно выиграл я от имени интеллектуального казино. И 15 миллионов выиграл Сергей Худобердин. Рабочий, грузчик. Вопрос о царе и тиране. Телегрители выиграли сегодня астрономическую сумму. 35,5 миллионов рублей. Уважаемая публика. Через одну минуту состоится торжественное награждение лучшего игрока элитарного клуба. А эта игра сейчас закончена. Большое всем спасибо. Кто лучше всего играл в летней серии? Александр Рубин. Александр Рубин. Такой ваш ответ. Кто лучше всего играл в летней серии? Это наше семейное мнение. И на друсть выходить. Я хочу сказать Александр Рубин. Кто лучше всего играл? Лучше всех играл... Лучше всех играл Елена Пальцева. Елена Пальцева. Простите. Кто лучше всего играл в этой серии? Сура Рубин, без сомнения. Кто? Александр Рубин. Кто лучше всего играл в этой серии? Наверное, Максим Поташов. Максим Поташов. Кто лучше всего играл в этой серии? По-моему, Федор Двинятин. Федор Двинятин. Кто лучше всего играл летом? По-моему, Черышев, Юра. Кто лучше всего играл? Я разрываюсь между Черышевым и Рубиным. Кому дать хрустальную сову? Давайте Черышев. Кому дать хрустальную сову? Максим Путашова. Кому дать хрустальную сову? Рубину. Кому дать хрустальную сову? Друзью. Инны. Кому дать? Инна, только Инна. Только Ейна. Кому дать хрустальную сабу? Я вспоминаю, как тиран Ворошилов, тиранил, спать Рубин. И считаем мы, что это Александр Рубин. Внимание! Внимание, уважаемая публика! Внимание, уважаемая публика! Внимание, уважаемому игроку летней серии «Что, где, когда» Александру Рубину! Берите и владейте Александром! Внимание, уважаемому игроку летней серии «Что, где, когда» Александр Рубин. Внимание, уважаемому игроку летней серии «Что, где, когда» Александр Рубин. Внимание, уважаемого игроку летней серии «Что, где, когда» Александр Рубин. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ